Теперь подробности. В Ленинском суде сегодня вынесли приговор руководителю страховой компании Купеческая. Женщину подозревали в хищении нескольких десятков миллионов рублей государственных субсидий, предназначенных для аграрии. Страховщики заключали с фермерами фиктивные договоры, а компенсировать крестьянам потери урожая даже не собирались. Выяснилось, что такая схема популярна в России, а получить от нее выгоду умудряются и некоторые фермеры. Павел Теунов расскажет подробности. Жительница Москвы Татьяна Кудрявцева в новосибирском СИЗО провела три месяца. Опытного экономиста, бывшего руководителя страхового общества Купеческая, обвиняют в крупном мошенничестве. Вместе с директором новосибирского филиала она похитила 64 миллиона рублей бюджетных средств. Предполагаю, что та схема, которая реализуется, является полностью законной, согласилась на это преступление. Я действительно боялась сообщить о себе в правоохранительные органы, но я желала расторгнуть все эти заключенные договоры. Речь идет о договорах страхования урожая новосибирских и алтайских фермеров от природных катаклизмов. С 2012 года по закону половину страхового взноса за крестьян платит государство. Купеческая заключала с аграриями фиктивные договоры, заранее не собираясь выплачивать страховку. Деньги проводили через аффилированные фирмы, после чего готовили документы на получение государственной поддержки. Документы о заключении фиктивных договоров представлялись в главном направлении сельского хозяйства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства по Новосибирской области. Всего было заключено порядка 135 договоров о страховании. Сегодня Татьяну Кудрявцеву суд приговорил к трем годам колонии, несмотря на то, что она полностью возместила ущерб государству. Эксперты считают, что свой интерес в аферах имели и некоторые фермеры, с которыми страховые компании делили полученные бюджетные субсидии. Но после ряда громких арестов страховками в агросекторе теперь практически никто не интересуется. Например, в прошлом году нам в области выделялось около 90 миллионов рублей господдержки. Из них была освоена лишь десятая часть. А если говорить о, скажем, страховании урожая, то вообще не использовались эти средства, которые бюджет выделяет. Фермеры говорят все потому, что доказать ущерб, за который положена страховка, нереально. А что такое засуха? А чем вы докажете, что была засуха? А может, там, бронили неправильно? А может, высадили не вовремя? По нынешнему законодательству, по букве закона и по духу закона у агрария, у крестьянина нет ни единого шанса получить компенсацию за свой погибший урожай. И происходит исключительно изъятие по различным карманам вот этой вот колоссальной бюджетной компенсации. В 2016 году из государственного бюджета планируют выделить более 5 миллиардов рублей на поддержку страхования аграрного сектора. Сколько из этих денег поступит в Новосибирскую область, станет ясно в ближайшие дни. Сколько из них дойдет по назначению? Вопрос риторический. Павел Тюнов, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск.